Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, спасибо And I need someone who does not want to be in the picture to take the picture And I need someone who does not want to be in the picture to take the picture to take the picture Okay I want to put on Facebook Have you learned anything yet? Скажите, вы чему-нибудь научились за эту неделю? Да! Да, хорошо We have learned that God speaks Мы выучили, что Бог говорит Что Он всегда говорил на протяжении всей истории Он все еще говорит сегодня Мы можем слышать Его И по факту Бог желает, чтобы Его община, Его церковь была пророческой, пророчествующей Да? И Он будет говорить через нас Он будет говорить через нас Мы можем слышать Его голос И сегодня у нас последний вечер А кто скажет, на чем мы остановились? На двенадцатом, правильно? Перед двенадцатым Мы до третьего пункта дошли, да? Даже до картинок дошли Мы перечисляли, да? Слово знания Okay, word of knowledge and pictures Ah, word down to pictures Good, okay Мы говорили, что Бог через картины Через видения говорит Говорили? Окей, хорошо Я немножко смущен Потому что этот же самый курс Я читаю Прочитал За вчера и за сегодня За два дня Для библейской школы И с другой церкви Утром, которые здесь же собираются Поэтому Мы немножко не помним Где у кого мы на чем остановились И на чем закончили Потому что я начал вроде вас учить И понял, что я уже это где-то говорил Но я говорил это к ним утром Итак Мы говорили с вами Начали говорить о путях Которые Бог к нам говорит И те пути, которыми Он общается с нами И Бог позволит нам видеть видения и картинки И помните, мы говорили ранее о двух видах пророчествующих людей Наби Слово Те, которые слышат слово И Роэ Которые больше видят Да Поэтому вы можете видеть картинками, образами Такое ощущение, как будто их вы видите внутри своего разума Или в вашем духе И они вот пришли и ушли Или вы видите ролик И может быть ролик вмещает в себя события минут десяти Но вы видите их за одну-две секунды И вы видите их в своем разуме Весь этот ролик И вы просто знаете, что вы видели Да Иногда Провидцы или те, которые видят Они видят образы, картины Как будто в атмосфере Я понимаю, что звучит странненько Но они могут посмотреть и увидеть Вот прямо там картинку Оно в свете идет, светло И есть мужчина, которого признают Как такого мужа в пророчествах Как отца пророков Его зовут Пол Кейн У него именно положение Должность и служение пророка Он экстремально одарованный человек Я был на служении, где он служил Он назвал имя женщины И он говорит Бевелли, где ты? И встала женщина с таким именем Он говорит Сегодня что, день рождения? Она говорит Да Он говорит Причина, по которой я знаю Потому что я увидел тортик Дня рождения над твоей головой То есть вот такие Видионеры Вот такие провидцы Они видят образы, картинки И иногда, когда мы видим С вами образы Мы должны понимать Что оно в себе несет Значение, какое картинке И иногда Дух Святой Сразу же может давать понимание Потому что даже, когда мы видим картинку Или образ Мы можем вместе с ней Параллельно услышать Какое-то слово И тогда мы можем соединить Как-то это все в одно Но иногда мы можем просто видеть образ И вообще не понимать, к чему это Когда такое с вами происходит Вы можете просто сказать человеку Я не знаю, что это значит Но это вот, что я вижу И вы будете удивлены Как человек отреагирует Потому что для них как раз Эта картинка И может очень многое значить Хорошо? А нам не обязательно знать Смысл всего того, что мы увидели И люди могут начать плакать Потому что для них Это что-то реальное означает Они могут начать просто танцевать Вскочить Потому что для них Это имеет значение Итак, мы с вами можем видеть картинки Это один из видов, как Бог говорит Ролики в нашем разуме Бог может говорить через сны и видения Может давать сны и видения ночью И сны тяжелее понять Потому что много символизма идет во сне Люди и любые элементы в вашем сне Они могут представлять что-то Кто-нибудь из вас видел такой сон Где в нем вы умираете Или ваш родственник, друг, кто-то умирает Это абсолютно играет роль Не значит, что вы физически Или этот человек должен умереть В общем, если не вдаваться в детали Это часто означает Что какой-то период времени Или какое-то событие Приходит к концу А кто-нибудь видел сон Когда его застреливают во сне Из-за оружия Если контекст этого сна Война Ну, реально военные действия То это может иметь отношение К духовной брани Но если это просто один человек Выстрелил Это означает, что есть кто-то Кто на самом деле Очень далек от вас Имеет силу И негативное влияние на вас Потому что пистолет И его пуля Они могут достигнуть вас Достаточно большого расстояния Понимаете? Сны, они во многом символичны И цвета во снах Они очень символичны И номера, цифры Они символичны Даже сами люди Могут быть символичны Во снах Вы можете иметь сон На вашем отце И ваш земной отец Во сне может презентовать Небесного отца Поэтому сны, они очень символичны А видения, они очень буквальны Видения, они очень мощные И они как бы жизнь в себе несут И вы ощущаете иногда, что вы прямо посреди видения Находитесь И видения вы никогда не забудете И естественно, очевидно Вы будете видеть больше слов, чем видения Но видения легче понять И все из нас могут иметь видения Но вот эти провидцы Или видионеры Вот эти Они видят видения не только ночью Во время снов Но они могут видеть видения днем Даже когда они не спят И есть такие видения Которые мы называем Открытое видение И сила открытого видения Это, например, вот я смотрю в этот угол И я вижу определенную деятельность Которая происходит сейчас в этом углу Я не сплю Мы здесь сейчас все вместе Но я вижу, что там что-то происходит И опять же это в цветах Оно происходит быстро Но вы можете что-то видеть И обычно это имеет значение И очень часто такое видение Оно применимо на тот момент В котором вы сейчас находитесь Или это что-то, о чем Бог хочет тебе поведать сейчас Или это то, что Бог хочет кому-то передать Через то, что ты увидел Но Бог будет говорить нам через сны и видения Бог говорит через благоухание Мы нашими естественными носиками Можем вдыхать какой-то аромат Есть благоухание Господне Мы знаем, что есть запахи у цветов И специи пахнут Духи пахнут И естественно это что-то означает Часто такой запах благоухания Который мы ощущаем Символизируется с присутствием Божьим Иногда может иметь связь с ходатайствами Молитвами возносимыми Помните, во времена Ветхого Завета Во времена поклонения Они ходили с благоуханиями С благовониями и специями И запах от благовонии Воскурений восходил в Господу И даже жертвы Дым от жертв тоже поднимался И дым от правильных жертв Ублажал Господа Ему нравился запах нормальных правильных жертв Но мы можем также услышать запах Который неприятен, воняет Но кто-то душ не принимал Вы знаете, что дьявол тоже воняет? Демонические духи тоже запахи имеют И все из вас будут иметь Такой опыт переживания, о чем я говорю А входили ли вы когда-либо В такое место Например, это было место поклонения И вы тут же ощущали присутствие Божие В вашем духе Было же такое А входили ли вы в какие-то места И вы чувствовали зло присутствует здесь Тьма просто И вы чувствуете это в своем духе, правда? Это потому что у нас есть духовная чувствительность И Бог может говорить даже через такие вещи Но и вот когда у нас есть такая чувствительность Вот к этим областям тьмы Потому что темнота, она давит И смущает, сгущает Есть еще вонь от демонических духов И у нас последняя буква идет М Через чувствование тела Помните, когда мы затрагивали Что Бог говорит через слово знания Мы говорили о том, что можете ощущать Какую-то боль в какой-то части тела Вчера вечером, да? Это один из видов, как Бог обращается к нам Через наше физическое тело И часто, когда я молюсь за людей И я возлагаю руки на людей Девушка каждый раз сюда садится Будешь нашим подопытным Она очень близка, чтобы на ней поэкспериментировать А сейчас я вкладываю в нее Я благословляю ее Потому что у нее такое милое сердце Пусть тебя Бог благословит И есть времена, когда я возлагаю руки на людей И молюсь, служу им И я имею чувствование в одном из своих пальцев И один палец вдруг начинает теплеть Или, например, вот так вот дергаться Это не я делаю Знаете, что это означает? Апостол Пророк Пастырь Евангелист Пастырь Учитель И если задергается мой мизинчик Или потеплеет У меня есть знамение Что у вас может быть дар учителя Если что-то случается с моим безымянным пальцем Окей, хорошо Если будет средний палец То это будет евангелизм Иногда я чувствую даже свои мышцы Ешь такой сильный, я тоже Я чувствую тепло в мышце Или подергивание О чем может через это Бог говорить? Если думать через Писание Да, в силе Но вот фраза из Писания какая-нибудь Сильная рука Господа, да? Мы видим это в Писании даже в нескольких местах Крепкая рука Господа Может быть, Господь хочет прийти к вам Сильная рука от Господа И помочь вам в ваших обстоятельствах Поэтому мы должны научиться Вот этой духовной чувствительности Не просто слышанию Но и к тому, что мы видим И также, что чувствует наш дух Но также Бог может проговаривать к нам через прикосновение к нашему физическому телу У нас есть еще два последних пункта Они не в вашем конспекте И вот эти последних два пункта я не включил Потому что до этого я учил этот же семинар в группе, которая явно бы их не приняла И я их немножко вырезал из моих конспектов Когда посылал этот курс другой группе Но вы можете добавить еще два пункта Ангельские посещения Мы можем иметь ангельские посещения Минимум тремя способами Когда вас посещают ангелы И вы вообще к этому не готовы Внезапное посещение Как мы можем находиться в присутствии ангела И не знать об этом? Потому что ангелы могут к нам приходить в человеческом облике И мы видели это в Писании Помните, три пришельца пришли к Аврааму? Не только мы понимаем, что это были ангелы, которые появились как человеческие посещения И мы понимаем, что это были ангелы, которые пришли в человеческом облике Но также есть вероятность велика, что один из них был прообразом Иисуса Поэтому иногда Мы можем столкнуться с очень интересным человеком, личностью Они могут быть очень дружелюбными У нас может быть диалог А потом они что-то говорят нам И мы очень изумляемся Вот это вот интересно И что-то будоражит наш дух А потом эти люди просто уходят Иногда Бог может послать ангела в вашу жизнь В облике простого человека И они могут высвободить послание вам У меня нет времени очень углубляться в истории Но мы с супругой были в ресторане Не так много людей там было И она подошла перезаказать напиток себе И Бог сказал, посмотри на свои ноги Она посмотрела на свои ноги И снизу посмотри Она прямо наклонилась, чтобы посмотреть И под барной стойкой кольцо лежало Она подняла его И она подумала, вот это интересно И она посмотрела вокруг Может быть кто-то есть рядом Кто мог бы потерять его Но оно было очень грязным И оно лежало, очевидно, там очень долго Но когда она посмотрела вокруг С этой стороны был один человек Который смотрел на нее И улыбался и просто кивал головой И она такая, вот это странно Ну пусть это будет официант Или кто-то обслуживающий персонал Она говорит, кто-то приходил сюда с жалобой Что кольцо потеряли Она говорит, нет И она положила в карман себе Развернулась А этот человек снова на нее смотрит Улыбается и машет И было время наше уже уходить И я с кем-то с той стороны разговаривал И когда мы соединились снова с моей женой Мы начали идти к выходу Она говорит, Пол, не смотри Но вот там есть человек за нами Он продолжает кивать головой И улыбаться мне И когда мы подошли к двери Я так немножко посмотрел в отражение Он на меня смотрит и машет Мы сели в нашу машину Он сел в соседнюю машину Она говорит, Пол, мне Бог сказал Посмотреть в самый низ Я там кольцо нашла И когда я подняла его Посмотрела на этого парня А он кивает и улыбается И мы сидим в нашей машине И я смотрю на него А он на нас смотрит И мы такие Очень странно Бог проговорил моей жене О духовном наследстве Которое она должна О наследстве, которое она должна Была получить от своей бабушки И он говорил и о духовных вещах И о наследстве от бабушки Обращался к ней И он начал давать ей сны об этом И она хотела Все, что Бог Вот приготовил ей Она была готова принять Потому что бабушка Для нее была духовным героем Но если это включает в себя Какое-то физическое наследство Она тоже это хотела И вот ее бабушка Только недавно умерла И мы знали, что они ничего не имели Они не были богатыми людьми Но в прошлом у моей жены-бабушки Когда она жила вот где-то в Эстонии Или недалеко от Германии Они были очень богатые Они были имели королевскую кровь Царскую кровь в себе И были очень зажиточными И однажды Принц царской семьи Российской дал им Кольцо с бриллиантом Но когда вот поднялась Гитлер И все его братья Все у них забрали И они потеряли все Они ничего не имели Но они держали только это кольцо И кому-то из семьи Пришло время идти в университет И они заложили кольцо Чтобы иметь деньги С ранами в сердце Они пошли на это И это было в early 1900s Like 1910-1920 19-1900 Да, окей В десятых-двадцатых годах Было Просто как Гитлер мог тогда быть Я посмотрел на это кольцо И Таня нереальное Она пошла к ювелиру А ювелир сказал И бриллиант настоящий И кольцо настоящее Которое она нашла в грязи И он не знал ценности И мы пошли в место Где оценивали Очень профессионально Все ювелирные украшения И у него Самая высшая степень Там была По Гемологии Да, это по камням И в антиквариате Мы пришли к нему в магазин И мы хотели оценить кольцо И мы, естественно, заплатили За то, чтобы он это сделал Он посмотрел на него У него был микроскоп И он сразу давал Изображение на компьютер Говорит, ну вот само кольцо Это 1960-е годы Американское производство Но главный бриллиант Это европейский образец И он идет где-то в 1912-е года Понимаете, что мы думаем? Мы верим, что это тот самый бриллиант Который Бог вернул И мы верим, что Бог его просто восстановил в семью Мы думаем, что ангел его положил туда Чтоб моя жена могла найти его Мы имеем цену этого 10 тысяч долларов И я не хочу позволить своей жене продать его Потому что это то обещанное кольцо От Бога ее наследство Аминь Ангелы Реальны И последнее, как Бог может с нами говорить Это слышащим голосом Тот, что мы можем услышать Это не так обычно, да, не так ежедневно Но вы можете слышать реальный голос Божий Позвольте я вам скажу, что Джон Пол Джексон говорил о явном голосе Божьем Если вы слышите реальный голос Божий Вам некуда прятаться, вы должны послушаться Вы не сможете сказать, ничего не понял Потому что вы приняли из самого настоящего голоса Божьего Если вы настолько явное слово получите То тогда вам максимально точно и быстро надо слушаться и исполнять Поэтому, если кто из вас когда-либо молился Господь, вот если бы ты мне явно проговорил Вы на самом деле, может, и не очень этого хотите Потому что если он проговорит вам Потому что потом вы будете ответственны за мгновенное послушание и исполнение Давайте поговорим о том, как высвобождать слово Есть правильный путь и есть неправильный путь Я знаю молодого человека, который только получил спасение И он был так рад этому Он был полон энергии, жизни Мне надо все другим рассказать Мне надо евангелизировать всех И мы его один раз привели место, где он мог евангелизировать Он сидел еще в машине И мы ехали в это место И он, понимаете, вот-вот Вы могли видеть, как он весь дрожал, трусился Мне надо поделиться с другими И мы остановились на перекрестке, на светофоре И он увидел там, на пешеходном переходе, люди стоят И он выпрыгнул с машины И он начал бежать к ним И он сказал, hey Hey, you people Are you ready to die? Вы готовы умереть? Они все сдрыснули Убежали Его сердце было правильным Но вот над методом надо было поработать немножко Хорошо? So there's a right way and a wrong way Бывают правильные пути И бывают неправильные пути Хорошо? So let's look at some things that would be the appropriate way Давайте посмотрим, что может быть правильным путем Во-первых, мы должны пребывать в покое Мы повторяем об этом снова и снова, что покой, Божий шалом является благодатной почвой для действия пророческого служения Мы слышим Бога более ясно и четко, когда мы в покое Поэтому будьте в покое Во-вторых, давайте дорогу Духу Святому Дух Святой, я полагаюсь на Тебя Я доверяю Тебе Я хочу быть использованным Тобой Моя мотивация, чтобы это все высвободить, быть благословением для других Моя мотивация — почтить Бога Хорошо? И третье Осознайте, что некоторые слова, которые вы получаете от Бога Они могут быть предназначены для ходатайства, а не для провозглашения Особенно, если вы каким-либо образом взаимосвязаны с ходатайством Потому что Бог может давать ходатаям слова, чтобы они молились Бог может давать ходатаям сны и видения, но не для того, чтобы высвобождать, а для того, чтобы молиться об этом Например, вы в аудитории, как сейчас И вы получили слово Вы спрашиваете Бога Во-первых, для кого? Оно для всех? Оно для кого-то? И оно на сейчас ли это слово? И потом вы просто доверяете в том, что вы слышали от Господа Очевидно, если вы будете занимать какую-то позицию в служении любом Например, вот я делаю это множество раз Люди выстраиваются Я служу каждому И в большинстве случаев то, что я слышу, это слово для сейчас Сказать людям Но понимайте, что иногда вы можете получать слово, просто о котором должны ходатайствовать, а не высвобождать И будьте также чувствительны к Божьим временам Много лет назад у нас было служение в церкви И это был вот подобный пророческий семинар Я его не вел Это было даже задолго до того, как я вовлекся в пророческое служение Но это просто был тренинг, который арендовали, которым я позволил быть в моей церкви И мои члены церкви тоже его посещали И я сидел вот где-то там на задворках Вот там, вот там где-то посреди Как те, которые сейчас в темноте сидят Привет вам всем И знаете, у меня был плохой день У вас когда-то был плохой день? Мы все имеем плохие дни Я сам себя не любил в тот момент Я себе не нравился Я был разочарован в себе Я был зол на себя И, естественно, самосожалением занимался И я сидел и тяжко вздыхал о себе И пытался говорить с Богом И я сказал ему Боже, у меня, наверное, даже сердце неправильное Буквально коротко после этой молитвы был перерыв И дама с моей церкви И другая женщина подошли ко мне И женщина с моей церкви говорит Вот у этой женщины Есть слово для тебя, но она переживает Ты же пастырь, примешь, не примешь? И я ей сказала, что ты, скорее всего, примешь это слово Но она все-таки хочет еще раз просить разрешение А нормально ли это высвободить? Я сказала, да, конечно И она говорит, вообще-то Это слово я получила вчера Но по какой-то причине я почувствовала Что мне не надо делиться с тобой вчера Но вот сейчас, когда только объявили перерыв Я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я пошла И высвободила это слово тебе Я говорю, хорошо, в чем же слово? Я просто слышу, что Бог говорит тебе Что у тебя правильное сердце Если бы она поделилась этим словом со мной вчера Когда она только его получила Может быть, это было мило По-доброму Я был бы благодарен Но оно даже и наполовину бы не коснулось меня Но она дала мне его Как только я помолился Богу О том, что мое сердце неправильное Слушайте, Бог знает, о чем мы его попросим Даже до того, как мы его попросили И Бог знает правильные времена и сроки Высвободить нам пророческое слово Поэтому имейте вот эту чувствительность Чувствование Божьих времен к Духу Святому Хорошо? Это нормально, если мы попьем водички? Следующая буква И английская Признавайте Признать необходимость поощрения или благоволения Например, какое у вас отношение есть к человеку К которому вы собираетесь высвободить слово? Он ваш друг? И это человек, с которым вы постоянно общаетесь? И с которым у вас классные взаимоотношения? Или это тот, с кем вы периодически сталкиваетесь? Или это вообще полный незнакомец? Естественно, я проявлю Больше благоволения и желания поделиться Чем-то с человеком, которого я хорошо знаю Чем с кем-то, кто полностью мне неизвестен Как член церкви Естественно, даже в церковном кругу Я быстрее откроюсь, да? И поделюсь с братом, братом или сестрой-сестрой Чем пойду к лидерскому составу? Это имеет смысл для вас? Это имеет смысл для вас? Но всегда, кому бы мы ни подходили Мы всегда должны подходить и спрашивать о разрешении И мы делаем это со смирением Никогда не делайте и никогда не говорите Бог сказал мне сказать тебе Это звучит очень жестко и грубо И осуждающе И мы повторимся о том, что это выглядит так Как будто ты настолько тупой Что Богу пришлось поговорить со мной Чтобы я передал тебе Будто тебя не доходит И это не правда Это человек твоего же уровня Твой брат и сестра И мы можем сказать Послушай, брат Я просто чувствую вот это слово в моем духе И я по-настоящему верю, что это от Бога И я искренне верю, что это для тебя Это будет нормально, если я поделюсь с тобой Если человек говорит да, тогда делитесь И вы делитесь Если у нас вот горит прям слово К тому, кто занимает лидерскую позицию Мы подходим к ним Подходим к лидеру И говорим Привет, мистер лидер Мне надо попросить у тебя разрешение на кое-что Я постоянно слышу и слышу одно и то же слово И верю искренне, что это от Бога И он хочет скорее, чтобы я это передал тебе Будет ли это нормально сказать? Если вы к любому лидеру подойдете вот с такой С таким отношением большинство из них вам скажут Ну давай, расскажи, что ты получил И вы просто высвобождаете то слово, которое услышали Неважно, с кем мы делимся полученным словом Но не наша ответственность диктовать этим людям Что им делать с той информацией, которую мы им передали Хорошо? Наша ответственность только поделиться правильным образом Только тем, что мы услышали То, что они сделают с этим откровением Информация, это между ними и Богом И это то место, где некоторые люди очень расстраиваются Потому что некоторые люди считают Ну у меня же есть дар И я что услышал слово от Бога для человека Ты должен серьезно к нему отнестись Но мы не можем так делать Наша ответственность просто сказать это слово И вы сделали свою работу И Бог доволен вами И позвольте Богу разобраться с тем человеком, который получил это слово По их личным самым лучшим пониманиям Итак, вот благоволение или поощрение Вот там написано у вас Если вы идете, например, к страннику Непрохожему, неизвестному На улице И вы, скорее всего, знаете, что он не спасенный человек Вы, скорее всего, предпочтете сказать это немножко по-другому Послушайте, я знаю, что вы меня не знаете Но могу ли я вас ободрить Я вот просто чувствую, что вот и перечисляет Или вот как в наше более раннее упражнение, которое мы делали Послушай, когда я смотрю на тебя Я вижу вот это и вот это Хорошо? И вы получите один из двух ответов Они вот так на вас могут посмотреть Ты странный Или просто Но помните Пророческое слово гораздо больше, чем просто слово Гораздо больше, чем просто информация В нем есть помазание И иногда даже с незнакомцем вы освобождаете пророческое слово А оно касается их духа И они что-то начинают чувствовать И они могут сказать Ого, вот это было невероятно Расскажи-ка больше И тогда вот у вас есть великое благоволение Открытое сердце, можете говорить Да? Да? Через недельку у пастыря Виталия в церкви будет команда из Беттел церкви Они приедут в эту церковь И будут учить о пророческом евангелизме Это вот примерно то, что мы сейчас говорим Где-то 4-5 лет назад Я преподавал здесь очень короткий курс о пророческом евангелизме И мы называли это «Охотники за сокровищами» Кто-то был на этом курсе? И это о том, как идти к людям на улице И использовать ваш пророческий дар Чтобы евангелизировать Следующее Никогда не теряйте своего достоинства И не превозноситесь, считая себя святее, чем другие Понимаем это? Но следующий пункт Но никогда не будьте постоянно извиняющимся и очень робкими Наверное, это ничего значить для тебя не будет Я вообще, наверное, неправильно понял все И ты, наверное, даже слышать меня не хочешь Но я вот слышу Бог хочет что-то тебе сказать Но я ничего не знаю Может, я не прав Нет, не так Встаньте, будьте уверены И просто делитесь с уверенностью и с любовью Используйте, пожалуйста, обыкновенный голос Тон голоса и характер Другими словами, говорите Обо всем нежно, мягко и с заботой Говорите это с посылом, что вам не безразлично Что вы заботитесь Скажите это таким образом, каким бы вы хотели Или думаете, что Иисус бы сказал Хорошо? Следующий Пожалуйста, используйте естественный голос И естественный словарный запас Нету такой штуки, как супердуховный словарик О, аллилуйя О, аллилуйя, аллилуйя Слава Господу Слава Иисусу Слава Иисусу Марку, Луке и Иоанну Используйте свой нормальный словарный запас Хорошо? Обыкновенные слова И Но не только свой словарный запас нормальный И голос свой тоже нормально используйте Нету духовных голосов Вам не надо что-то изображать, чтобы показать голос Божий Дорогая сестра Я имею слово для тебя от Господа Бог так не говорит по-любому Как Бог к вам говорит? Он говорит с вами как с другом в большей степени Он обращается к вам, как вы привыкли говорить Поэтому и другим людям говорите тоже так же просто Хорошо? Мы избегаем фраз «так говорит Господь» Это была модель Ветхого Завета Пророки Ветхого Завета И мы не используем сейчас эти термины Смотрите, пожалуйста, в глаза людям Не вот так Вы хотели бы продолжать диалог с человеком, который вообще на вас не смотрит? У вас не было диалога, который вот так вот Где-то, но не вам в глаза Или они говорят к вам А при этом они к друзьям там Подожди минуточку И как бы дают понять вам, что Сейчас, сейчас я вот с этим бегом закончу Правда, это дает вам чувство важности Вот вы прям такие важные для них Нет, смотрите им прямо в глаза И может, некоторым поможет взять мятную конфетку в рот Если вы пообедали луком Ну, чтобы люди падали Даже если мы верим, что Дух Святой может прийти от наших молитв и люди падают Мы не хотим, чтобы они падали от нашего плохого дыхания Хорошо? Поэтому, насколько можете, будьте приятны и аккуратны Никогда не подвергайте людей опасности и не смущайте их Другими словами Если, например, я буду стоять здесь и говорить, высвобождать пророческое слово разным людям И если я получу какое-то слово, которое может звучать достаточно личным для кого-то Я не буду его высвобождать публично Я не буду смущать людей никаким образом Я, может быть, найду их после служения, отведу их в сторонку Или когда вот очередь выстраивается, и я молюсь и пророчествую людям Иногда Бог может открыть что-то Что есть какие-то блоки в их жизни Преграды Которые удерживают их от движения вперед Если я почувствую это Я это облеку в очень аккуратные фразы И прошепчу это в ухо человеку Господь говорит, что есть вещи в твоей жизни Которые удерживают тебя от получения благословений Его И мне даже не надо называть эту проблему Потому что люди сами знают, в чем они Но человек, стоящий рядом и ждущий молитвы Ему нет нужды знать его проблемы Правильно? Потому что это между человеком и Богом Поэтому никогда не смущайте людей Не ставьте их в неловкое положение И единственное время, раз, когда я могу сделать так Если я на служении И поднимется, например, какой-то бунтующий человек И, например, начнет приносить какое-то будоражение И они могут встать и так, знаете, с вызовом Есть ли у тебя слово для меня? Но если мы видим, что их реакция, она бунтующая, непринимающая Тогда для блага всех Я могу сказать, простите, сэр Но ваши отношения сейчас не соответствуют И вы сейчас даже не в позиции принимать правильно Поэтому я посоветую вам сесть Слышите, как это? Но с такими хорошими, как вы Я тоже хороший Я добрый Следующее Давайте дальше идти Теперь послушайте Корректирующие Исправляющие, указывающие слова Должны даваться только теме У кого есть духовная власть Это делать В церквях есть лидерский состав И есть разные уровни лидерства И лидеры поставлены, чтобы давать, направлять И указывать, что кому делать Есть такая вещь, которую мы называем ученичество Слышали вы такой термин, ученичество? У нас есть группы, которые входят в подчинение одному наставнику И они как бы ходят в подотчетности таким лидерам И эти лидеры могут говорить в их жизнь, давать направление И у таких лидеров есть духовная власть Исправлять, останавливать Но если у вас нет такой духовной власти Тогда и не исправляйте, и не корректируйте никого Оставьте это тем, у кого есть власть это делать Пожалуйста, избегайте пророчествований О замужестве, рождении детей, смене работы и распределении финансов В этих сферах так много ошибок допускают Пророческих служений Особенно согласно браков Пророчествований детей И наша задача — избегать этих тем Оставьте это тем, у кого есть позиция пророка Не всем пророчествам А позиция пророка И даже они стараются избегать этих сфер Есть молодой человек, которого я знал Его отец служений Он мой хороший друг Мы вместе делали много собраний Его сын Встретил мою племянницу А он ей понравился Она понравилась ему Ну, такое, поняли начали Мы не знаем, что еще будем делать Но вроде как нравимся друг другу И вот они то вперед, то назад И он был смущен И он пришел говорить со мной Я говорю, сынок Я должен быть добрым Отбирать слова правильно Я говорю, ты же понимаешь, она моя племянница Но я не могу тебе сказать, что у нее в голове В один день он ей нравится А в другой он ей не нравится И он говорит, ну мне вообще добиваться ее или нет Я говорю, я не знаю, что тебе сказать В нашем круге в общении Был человек Очень известный, подтвержденный пророк И мы все там были на служении И он спросил парень этого пророка И пророк сказал, добивайся ее Она жена твоя будущая И он почувствовал мир И он начал добиваться девушки И она убежала вообще в другую сторону И она замужем сейчас За совершенно другим человеком И он женат совершенно на другой девушке Но вот в тот период времени Он был просто раздавлен Он слышал, принимал, что сам Бог ему сказал, что она для него И он не мог понять, почему она вот так повела себя Мы никогда не должны ставить людей в подобные ситуации Мы избегаем Избегаем пророчеств на эти все темы Смены работы Бог сказал, уволиться тебе с твоей работы Вообще переедь в другой город И там работа есть, лучше ждет тебя Я не говорю такого людям Если бы я принял что-то подобное от Бога Я бы не повелся на одно только пророчество Мне надо было еще хотя бы несколько подтверждений Чтобы убедить меня, что мне надо это делать Мне надо несколько еще подтверждений Никогда И я верю, что Бог верен И Он даст вам подтверждение, если это от Него Всякий раз, когда мне приходилось принимать серьезные решения в моей жизни Бог давал мне многоразовые подтверждения Они повторялись и повторялись И у меня был покой и мир в сердце, когда я шел в послушание И распределение финансов Никогда не пророчествуйте людям, как им тратить их деньги Особенно Если они Если пророк говорит, чтобы вы ему давали Я был на служениях Когда я был одним из спикеров И спикер, который выступал до меня, вот он заканчивал И говорит он Бог сказал мне Что в зале будет 50 человек Которые посеют по 100 долларов в мое служение Где вы? 50 человек Бог говорит вам Дать 100 долларов в мое служение Люди, где вы? И люди начали поднимать руки Один, два, три, четыре, восемь Выходите, сейте Он говорит, это только 25 Есть еще 25, которым Бог сказал Дать 100 долларов в мое служение И я наблюдал за этими людьми На одном служении Как люди вот такие собирали по 30 тысяч и уходили со служения А я после вставал и проповедовал И просто делали сбор пожертвований И там еле-еле 500 долларов нашкребали А он ушел с тридцаткой А я 500 получил Я хочу сказать вам, что я служил в разных местах Когда люди собираются вместе И для них не проблема, когда кто-то вот так обратится к ним Например, я могу встать и сказать Бог сказал мне Что здесь будет 10 И каждый по 300 долларов даст мое служение Но я не могу и я не буду так делать И я хочу вас ободрить Никогда, никогда не пытайтесь контролировать кошельки людей Через пророческое служение Хорошо? Избегайте консультирования Ну, только если вы как минимум консультируете И если вы духовный лидер Но если это уровень пророчествования Как брат к брату, сестра к сестре Просто дайте то короткое слово, которое вы получили А потом остановитесь после того, как вы его высвободили Не проводите много времени После того, как вы получили слово Передали в объяснениях людям, что это было И не добавляйте своего Не говорите больше и больше Просто дайте то слово, которое вам Бог дал И все И оставьте это так Всегда подчиняйтесь протоколу или порядку этого Дома Божьего Вот вы член какой-то церкви или общины Вот как там принимают пророческое служение Как в нем двигаются, так и вы отвечаете Если у вас заведено, что во время поклонения Перед Богом вы можете встать и высвободить пророческое слово Например, на молитвенных То вы можете это сделать Но если такой практики нету То не вставайте посреди собрания И не кричите, что у меня слово от Господа Слово от Господа Подчиняйтесь всему тому порядку, который установлен в вашем Доме Божьем Если вам говорят Мы открыты, чтобы вы благословляли друг друга Пророческим словом ободряйте друг друга Тогда у вас есть эта свобода Если вам говорят, что мы не рекомендуем вам ходить, делать, делиться пророческими откровениями До тех пор, пока мы, как лидеры, не благословим вас на это То не делайте Послушайте, не все свободны это делать Делают это те, которых благословили это делать И которых подтвердили, что они здоровы Все понимают Это означает да Это означает нет Это означает жарко Не давайте пустых пророчеств Вы будете там евангелистом на все нации А у тебя будет телевизионное служение Вот эти пустышки И они явно неточны Очень часто неточны Никогда не выдавайте за пророчество то, что вы и так знаете Например, я подошел к молодой девушке И я вижу, животик уже такой появляется здесь Я не говорю ей Слышу от Бога, что ты будешь иметь ребенка Если вы собираетесь такое сказать Вы хоть удостоверьтесь, что этот животик там с ребенком Понимаете, что я вам говорю? Не используйте пророчество Не используйте пророчество Не прикрывайтесь Если вы и так знаете информацию естественную Когда я вел церковь Я знал своих людей очень хорошо И если у меня было пророческое слово к ним Оно очень часто имело связь с тем, что происходило в их жизнях И часто я говорил так Послушай, Билл Я слышал, Господь говорит вот это Я знаю, что ты проходишь сейчас вот это и вот это Но я вижу, как Бог вот входит и вмешивается вот в эти обстоятельства Видите? Видите, как это делается? То, что я не знал, но Бог мне показал Я говорю это как пророчество Но то, что я знал и так уже, что у него происходит Я не прикрываюсь и не притворяюсь, что это тоже пророчество Я говорю это то, как я знаю В Луизиане служил в церкви Посреди служения я обратился к одному молодому человеку И я сказал Что-то типа такого Слава Богу Тебя наймут на полновременное служение в церкви То есть он уволится со своей простой мирской работы и будет в церкви служить на полновременном Он собирался уже быть в стаффе церкви на следующей неделе И жена пастыря Вау! Сказала Она думала, что я пророчествую Но я не пророчествовала это Он мне до служения сам это сказал Я его просто поздравлял Посреди всего народа честного Я просто поздравлял его А жена пастыря такая Вау! Вот это ты даешь! Я говорю, да, да, я такой крутой пророчествий Да, это всего лишь дар Я говорю, нет Мы говорили до служения, он мне сказал Хорошо? Вы понимаете, о чем я говорю? Не пророчествуйте свои доктринальные убеждения или мнения Не меняйте доктрины в церквях где-то через пророчества И не поддавайтесь синдрому сведения огня Мы не Илья, хорошо? И последнее Пророческое слово должно ободрять или воодушевлять людей в Господе Знаете, какую философию используют юмористы, комедианты? Кто-нибудь знает? Когда я говорю комедиант, юморист, понимаете? Который стоит напротив всей толпы, шутит, понимает, да? Какая у них философия? Оставьте их хотеть большего Оставьте их на том моменте, когда они отреагировали самым лучшим образом на вашу шутку Пророческое слово Должно оставить людей с надеждой Оставить их на высокой ноте, да? Не на минорной Хорошо? Вот что мы с вами будем делать Спасибо, что позволили мне пройти всю эту секцию Сейчас мы возьмем перерыв И вернемся, у нас будет упражнение В этом году мы будем делать Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...